Коровяк обыкновенный Вербаскум тхепсус В народе медвежье ухо Вид коровяк обыкновенный Род коровяк Семейство норечниковые Коровяк обыкновенный Это дикое травянистые растения Природный ареал распространения травы Евразия и Макронезия В современном мире в дикой природе Трава растет в Новой Зеландии, Австралии В Южной и Северной Америке А также на территории России и Украины Обычные места роста коровяка Открытые места Это берега рек, поля, обрывы, луга Почва, предпочитаемая коровяком Обедненная, песчаная В народе траву часто называют Медвежьим ухом или просто коровяком На Украине его знают под названием Дивень Звычайный А всего существует Более 280 видов коровяка На территории Европы, в том числе и Украины Можно найти всего лишь 46 видов этой целебной И на удивление красивой травы Различить родственные виды коровяков Без особых на то познаний Практически невозможно Но различия между ними все-таки есть Коровяк обыкновенный Как и большинство растений этого вида Относится к травянистым двухлетним культурам В первые годы жизни Трава образует лишь розеточный побег Состоящий из травянистых Эллиптическо-продолговатых листьев Двухлетние растения Из верхушки розетки Выпускают удлиненный побег Покрытый листьями В самом верху стебля Листья практически сидячие И форма продолговато-эллиптическая Или яйцевидная Немного заостренные Они чуть меньше средних И намного меньше нижних листьев Средние стеблевые листья Имеют коротковатые черешки Или же так и остаются сидячими А вот нижние прикорневые Растут на черешках Длина которых от 3 до 6 см Форма листовой пластинки Продолговато-эллиптическая Или эллиптическая Их ширина 5-10 см Длина 15-30 см Края листовых пластинок У коровяка обыкновенного Крупногородчатые И прямостоячие стебли И листья И цветки с околоцветниками У культуры густо опушены Соцветия травы Густая колоссовидная кисть Она почти цилиндрической формы И не ветвится Цветки на соцветии Располагаются пучками В нижней части колоска По 4-7 пучков В верхней от 1 до 4 Желтых цветка В одном пучке Цветок у растения Сравнительно большой Его венчик имеет До 2 см в диаметре Иногда на лепестках Имеются четко выраженные Полупрозрачные точечки Но главный Отличительный признак Обычного коровяка Тычинки У цветка их 5 Но 2 из них Отличаются Они не спадающие Гораздо длиннее остальных Практически голые Или же имеют длинные Белые волоски Вот такие главные Отличительные признаки Медвежьего уха Зная их Можно легко определить Что трава Относится к виду Коровяк Обыкновенный Чем же полезно Растение И где применяется Вполне понятно Что это красивое растение Не может оказаться Лишь сорняком Действительно С помощью обыкновенного Коровяка Наши предки Давно лечили людей От всевозможных Недугов Недавние Химические исследования Травы показали Что растение Богато на углеводы Слизистые вещества Аскорбиновую кислоту Каротины Флавоноиды Сапонины Растительные красители Эфирные масла Кумарины Калийные соли И прочие элементы Хотя химический состав Обыкновенного коровяка Уже изучен Но официальная медицина Еще не использует растения Для изготовления Лечебных препаратов А вот народные лекари Травники Делают из цветков травы Листья применяются Лишь в редких случаях Настоящие целебные Отвары Припарки Настойки Мази Ими снимают Воспалительные процессы Слизистые оболочки Во рту Зевы Пищеводи Кишечники И желудки Лечит растениям Простуду Кашель Бронхиальную астму Дерматиты Раны Ожоги Язвы И трещины на коже И прочие болезни Трава обладает Противосудорожным Противовоспалительным Спазмолитическим Отхаркивающим действием Из сухого сырья Обычно это цветки травы Делают препараты Как для внутреннего Так и для внешнего Применения Кроме медицины Обыкновенный Коровяк Применяется В водочно-коньячном Производстве Он значительно Улучшает Вкусовые Качества Спиртных Напитков В народе Уже давно Цветки растения Добавляют Травяные Или фруктовые Чаи Они становятся Более ароматными И лечебными Полюбились Растения И садоводом Цветоводом Ну как Может Не понравится Цветущая Культура Хотя и не Сортовая Вырастающая До двух Метров В высоту Причем Эта громадина Ну очень Красиво Цветет Да и Ухаживать За коровяком Практически Не нужно Для этой Травы Подойдет Чуть обогащенная Полезными Веществами Почва Вода И солнце Ведь в природе Коровяк растет На бедных Песчаных Или Супесчаных Грунтах А если еще Издабривать Грунт То растение Уж точно Отблагодарит Хозяина Большими Ярко-желтыми Цветами И красивым Декоративным Видом Действительно Обыкновенный Коровяк В любом Ландшафтном Проекте Поможет украсить Самый Неприглядный Участок Возле дома Или в саду Да и в косметологии Растение Может пригодиться Отвар цветков Поможет избавиться От кожных болезней Ран Ожогов И других Ее дефектов Ведь раньше Настойкой цветков Протирали лицо Оно становилось Чище И белее Полезна трава И для пчеловодов Из многочисленной Плицы Пчелы делают Соты Наши далекие Предки Использовали Траву При окраске Тканей А также Применяли Ее Как факелы Предварительно Смачивая Стебель Растения Смолой А вот Жители Америки Называют Это растение Туалетной Бумагой Для ковбоев Практически Все виды Коровяка Произрастающие На Украине Относятся К исчезающим Видам Диких Трав Поэтому Крайне Важно Бережно Относиться К траве Не уничтожать Растение Там Где оно Никому Не мешает Растение 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 Растение